Три месяца работы, более сотни встреч с жителями и бизнесом. Решения, которые вырабатывали вместе, глава региона Вячеслав Федорищев представил программу социально-экономического развития Самарской области на период с 2024 по 2029 год. Время не стоит на месте, перед нами возникают новые серьезные вызовы, и мы должны находить на них правильные ответы. Президентом России была поставлена задача подготовить программу опережающего социально-экономического развития. Я благодарю всех, кто принимал участие и кто активно включился в эту работу. В Рио губернатор отметил, что 63-й регион обладает мощным потенциалом и возможностями для того, чтобы стать ключевой точкой роста Приволжского федерального округа и опорным регионом страны. Для этого в программе разработали семь масштабных целей в соответствии с национальными приоритетами. От повышения благосостояния населения и развития промышленности до поддержки туризма – одно из важнейших направлений народосбережения. Семьям с детьми продолжат оказывать все меры поддержки. Мы введем и новую меру поддержки, представление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам от 18 до 25 лет, родившим первого ребенка. Мы будем работать над сокращением срока ожидания жилья по программе «Молодая семья». В 29-м году в среднем он составит не более трех лет. В приоритете увеличение продолжительности жизни этот показатель должен достичь 76 лет. Для этого запланирована поддержка здравоохранения, строительство и капремонт больницы-поликлиник, закупка машин и оборудования, привлечение в сферу медработников. Важнейшая и, безусловно, самая главная сейчас задача – это всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в регионе реализуются более 30 мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а с 1 июля этого года мы увеличили размер выплаты из регионального бюджета тем, кто заключил контакт на прохождение военной службы. С 1 октября будет введен бесплатный поезд для членов семей и участников СВО по транспортной карте «За победу». Запланировано строительство социальных, образовательных, культурных, спортивных объектов. Начнется реализация новой региональной программы «Мастер спорта». К 2029 году в полтора раза улучшится качество городской среды, будут благоустраивать общественные территории и дворы, решать проблему с аварийным жильем, перекладывать коммунальные сети. Ежегодная замена коммунальных сетей должна достичь от 2 до 5 процентов от общей протяженности. К 2030 году создадим возможность подключения к сетям газораспределения еще не менее 25 тысяч домовладений. Дополнительно газифицируем более 70 населенных пунктов области. В Самарской области обеспечат развитие ключевых отраслей промышленности, автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии. Программа очень амбициозная, конечно. Конечно, программа, которая позволит при условии ее реализации очень серьезный шаг вперед сделать в развитии социально-экономическом, в культурном развитии Самарской области. И вот мне, как представителю бюджетного комитета, чаще всего задают вопрос, где найти средства на ее реализацию, где средства на все это. Я могу сказать, что бюджет Самарской области, хоть он большой, 330 миллиардов рублей, но при всем при этом, конечно, вот для того, чтобы все ее реализовать, нужны нелинейные решения. И могу сказать, что эти решения, они находятся. Посмотрите, как продвигаются семейные ценности в программе. Это и уникальные программы «Семейный капитал», это и забота о детях с точки зрения отдыха и здоровья. Посмотрите, что касается физической культуры. Более 500 объектов, до 67% людей будут систематически заниматься физической культурой. А специальные компоненты социально-экономической программы адресованы лицам младшего возраста и старшего возраста, что тоже для меня, как специалистов по общественному здравоохранению, кажется очень важным. До 2030 года в Самарском регионе обеспечат рост инвестиционной активности на 60% по сравнению с 2020 годом. Будут развивать туристическую инфраструктуру, создадут платформу туристических сервисов «Отдыхай в Самаре». Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.